Внедрение инновационных технологий в работу скорой помощи обсудили ведущие специалисты в сфере здравоохранения на площадке Воронежского государственного медуниверситета. В научно-практической конференции приняли участие представители 62 регионов страны, включая Луганск и Донецк. Какие возможности открывают IT-технологии для быстрого и качественного оказания медпомощи и что уже используют Воронежская область, расскажет Юлия Золотарева. Грамотная маршрутизация, создание единого информационного центра, а главное – доступность скорой медицинской помощи в сельских районах – вот основные темы нынешней научно-практической конференции. На этот раз ключевую роль отвели инновационным технологиям, некоторые из которых уже показали свою результативность. Внедрение этих технологий, искусственного интеллекта в организацию скорой помощи, создание колл-центров, которые, конечно, ускорят процессы приезда машин для оказания скорой помощи, это улучшит работу вот этой службы. Если говорить о Воронежском медовом университете, то мы второй год получаем очень большие цифры приема в ординатуру. Сегодня у нас учатся 45 человек в клинической ординатуру по скорой медицинской помощи. На этот год мы получили 37 мест. Жители Воронежской области вызывают скорую в среднем более полутора тысяч раз в день. В год набегает 600 тысяч вызовов. Цифра огромная. С внедрением современных технологий у каждой бригады появилась возможность автоматической расшифровки ЭКГ. А недавние изменения в программное обеспечение позволили фельдшеру по пути к больному запрашивать у диспетчера всю историю болезни пациента. Сейчас, благодаря тому, что и губернатор, и правительство области уделяют очень большое внимание как раз развитию скорой помощи, у нас появилась прекрасная подстанция в Северном районе. Это уже прототип той подстанции, центральной подстанции, которая сейчас также будет строиться. Мы на территории вот и с коллективом этой подстанции откатываем сейчас. Мы сделали уже мини-единую диспетчерскую службу. Мы сейчас из этой службы централизованно видим все бригады скорой помощи, которые есть по области. Еще одно новшество – это взаимодействие врачей-скорой с единой диспетчерской службой. Теперь не бригада, а диспетчер решает, в какой именно стационар отвезти больного. Учитывается все. И наличие свободных мест и расстояния. Такой подход существенно сэкономит время в пути, которое в некоторых случаях идет на секунды. Следующий этап – подключение к системе самих больниц. Когда это произойдет, врачи заранее будут знать о состоянии пациента и смогут подготовиться к оказанию уже конкретной медицинской помощи. Многое на Воронежской земле, как всегда и было, делается одними из первых. Но на сегодняшний день есть вещи, которые, конечно, городу нужно создать. Современное умное приемное отделение при областной больнице, которое резко изменит ощущения горожан. И второе – то, что нужно добиться, чтобы Воронежская область была обеспечена своевременной и качественной медицинской помощью, так же, как и город. Чтобы любой экстренный больной в первые сутки попадал не просто в больницу, а попадал туда, где ему будет оказана исчерпывающая помощь. Решить все эти задачи позволит создание единого информационного центра. Пока подобная система работает в регионе по острому коронарному синдрому и нарушению мозгового кровообращения. В ближайшее время она должна охватить все вызовы скорой медицинской помощи. Предложения по оптимизации работы не от ложки обсудили в региональном правительстве. Своими идеями с губернатором Александром Гусевым поделился главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава России. А по совместительству ректор Петербургского медуниверситета Сергей Багненко. В частности, он отметил значимость появления на базе поликлиник так называемых «желтых зон». Они позволяют принимать пациентов и наблюдать за их состоянием в течение нескольких часов, что, по мнению экспертов, могло бы вдвое сократить потребность в вызовах скорой. Кстати, столица Черноземья была первым регионом, где стали реализовывать этот проект. Кроме того, Сергей Багненко предложил создать на территории области, вдали от самого Воронежа, шесть ключевых подстанций скорой помощи с крупными реанимационными блоками. Он уверен, работать там захотели бы многие. К слову, в некоторых районах нашего региона уже есть медорганизации, которые наладили оказание высокотехнологичных видов помощи. Сейчас перед региональным здравоохранением стоит задача тиражировать лучшие практики, а с финансированием определимся, заявил губернатор Александр Гусев. Продолжение следует...